Варианты защиты, как мы помним, руками бывают разные. Подставки, сбивы. Один из относительно сложных, но в то же самое время эффективных, это как бы срезание атаки противника. Это мы уже рассмотрели, когда апперкот рассматривали. То есть мы делали апперкот и с предплечем срезали. В общем-то, вот эти вот две части, они у нас как режущие кромки у обоих до острого мяча или кинжала. Именно ими мы срезаем, не сбиваем. А именно срезать. Не ударить так, чтобы отодвинуть в сторону. Ровно так же, как мы наносили джет, мы вскидываем руку и как бы режем рядом с головой. То есть используем вот это естественное расширение. Даже у кого-то есть немного, все равно оно так и есть. Здесь узко, здесь шире. Таким образом, мы перенаправляем его атаку. Или с внутренней стороны, или с внешней стороны. Здесь тоже самое удобное, если это удар. Мы можем уже сразу же контратаковать то, что мы наблюдаем, как винчуни. То есть здесь мы поворачиваем вариант джонта, вертикальный плак и режем предплечьем. Но при отработке не надо акцентировать внимание на самой атаке. Поймайте ощущение реза предплечья. Еще раз, два. Мы выполняем ровно то же движение для удара. То есть нам нужно задумываться, как правильно. Не сбить. Вот я наносил просто джет. Чуть-чуть его сместил и срезал. Наносил кросс. Идет удар я точно так же, только уже другой стороной срезал. Верхний уровень, нижний уровень. То есть я все время фактически наношу атакующие действия. Идет удар в корпус. Бам! Бам! Еще раз. Бам! Бам! Если получится, это сразу же придется втыкание острием в корпус или в какую-то поражающую зону. Нет. Мы перенаправили. И продолжим. Мы все время бьем. Руки, мы рассмотрели, сейчас здесь находятся. То же самое, когда мы стоим в естественном положении. Идет атака в голову. Вот нучки давали и либо наносили чунь джет в голову. Ровно то же самое. Ну и чуть-чуть сместили в сторону. В результате эта рука присоединяется в голову и это перенаправит. Даже если пойдет мощный боковой, мы можем подставкой его не удержать. Сбив, будет сложно траектору дольше и по времени неудобно. Но! И со всякими вариантами продолжим. Именно в таком случае мы можем удержать. Если пойдет удар сверху ножом ли, палкой ли, битой ли, то есть чаще всего бьют либо сверху, либо диагонально. Именно таким движением мы можем себя обезопасить. Это не значит, что вам не будет вообще тематом синяков. Нет. Но если идет удар сверху, мы подставим так привычка. Руку еще удержим. Нож, руку с ножом не знает, чем закончится. Палка бита, поломает вам руку, закончится печально. Однако, чтобы не шло, оно скользнет мимо. Все. Я не просто подставляю домик и пассивно жду. Это встречный удар. Если есть возможность, мы продолжаем. Дальше уже развитие будет успешно. Но сейчас все действия направлены вперед. Мы режем внешней или внутренней стороной предплечья. Пробуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...